вопрос номер пять это хороший правильный вопрос который нужно задавать есть ли у фотографа или у студии опыт работы с вашим товаром вы достаточно часто это спрашивает а снимали ли вы вот сумки снимали вы косметику работаете ли вы с этим товарами кстати говоря не все это делают мы это делаем и так далее так далее но это важно потому что фотографы студия которые работали с вашим товаром много раз они уже понимают все нюансы и моменты и они вам сразу назовут правильную цену потому что если например начинающий фотограф или студия они не работали с рюкзаками допустим с какими тактическими рюкзаками или походным рюкзаками возможно они не понимают как сложно его набить как сложно расправить все эти карманчики его отпарить и так далее почти с каждым товаром есть какие-то нюансы если студия или фотографы с этим работали много раз с этим сталкивались они точно понимают что предстоит на съемке мы знаем огромное количество историй от наших клиентов когда вроде бы говорят ну да там 100 рублей фотография приносите так приносите потом неделю две три 4 5 динамик не возвращают вам не товар не фотографии потому что промахнулись с ценой появился более интересный заказ и так далее поэтому вот опыт который подтверждаться должен портфолио естественно большим портфолио с многими разными вариантами съемки вашего товара это важно и это сэкономит вам и средства и деньги потому что фотограф или студия адекватно понимают как работать с вашим товаром сколько это времени и денег займет важное дополнение здесь такой момент вам самое главное не впадать в безумие по выбору фотографа на основе конкретно вашего товара это как вы его хотите снять например если студия работает с обувью и у нее много разной разных примеров съемок обуви то скорее всего из то что и с вашим товаром она справится то есть не надо просить от них показать портфолио именно женской обуви на высоком каблуке вечерние там туфли на модели идущие по красной площади и так далее то есть если у вас есть такая задача студия которая работает с обувью она вам ее легко сделает поэтому как бы просто просим портфолио по вашему товару смотрим что там есть разнообразные кадры разнообразные съемки этого вполне будет достаточно для того чтобы выбрать предметного фотографа